АПЛОДИСМЕНТЫ Первый у нас спикер Ваня Нищенко. Ваня, расскажи о себе. Добрый вечер. Так получилось, что какое-то время я занимался созданием продуктов, работал продакт-менеджером. Период где-то три года назад, до прошлого года. Сейчас я работаю как аналитики-архитектор. Ну, тоже в каком-то плане создаю продукты, но сейчас продукты — это устройство и софт. А я занимаюсь в основном софтверными продуктами. Продукты, с которыми я работал, — это приложения, ориентированные на малый и средний бизнес, продукты для работы с виртуальными серверами. Ну, главное, чтобы лишний раз. Для меня было в свое время открытием, что продукты делают не только для того, чтобы продавать продукты или услуги на их основе, а также для того, чтобы продать компанию. Так получилось, что я пришел в компанию, и владелец этой компании ее основал для того, чтобы продать продукт. То есть с нуля разрабатывался продукт, команда из трех человек. Потом, когда нашли потенциального покупателя, команду расширили, продукт доверить до кого-то более-менее вменяемого состояния, когда его можно было, в принципе, уже говорить о том, чтобы он продавался. И компанию продали. Это важно, потому что продукт может быть успешен с точки зрения того, как он продается, сколько он приносит денег, а может быть успешен, потому что его продали вместе с компанией. Таня. Вкратце рассмотрим жизнь продукта. Успешный продукт начинается, как правило, с небольшой команды, где в идеале есть один человек, никаких накладных расходов на коммуникацию, он сам садится и все делает. Два продукта из шести продуктов, которые в конце концов в компании были, они так и начинались. Основатель потом уже, когда расширял, нанял команду, аутсорсил разработку, в данном случае в Беларусь, но продукты были успешными, и на тот момент, когда их купили, у них уже были клиенты и достаточно много клиентов. Тут важно не очень долго это все делать, потому что, ну, можете сами посчитать, сколько стоит команды хотя бы в 10 человек в течение года разрабатывать продукт. Когда такой маленький продукт хорошо берет старт, он начинает расти. Появляется больше возможностей, я так называю, чтобы не говорить фичи, возможностей. Но появляются и проблемы. Как только появляется первая версия, она выходит, ее нужно поддерживать, сопровождать, нужно обеспечивать обратную совместимость. Следующее развитие замедляется. Каким бы ни был успешным продукт, рано или поздно наступает конец, он сменяется каким-то другим продуктом или просто заканчивается по разным причинам. С точки зрения компании, которая производит этот продукт, становится невыгодным просто его сопровождать. Каждая следующая версия выходит все дольше, и возникает вопрос, что же с ним делать. Очень интересно было узнать, что, допустим, для того, чтобы продукт убить, нужно потратить очень много времени и сил. То есть для того, чтобы вывести версию продукта, только версию продукта, не сам продукт, нужно несколько месяцев. Но это согласно процедурам компании, в которой я работал. Дальше. Не всегда получается так, что продукты доходят до конечного потребителя. Некоторые продукты, успешно созданные командой разработки, заканчивают свою жизнь как альфа-версии. Мне довелось работать в качестве разработчика на таком продукте, и потом через несколько лет в интернете, на сайте я увидел, альфа выложена, и все. Был вариант очень такой интересный, когда стартап заключил договор на разработку с аутсорсинговой компанией, они хотели получить продукт в течение полугода, через полтора года у них закончились деньги. Бывает и так. Третий пример, это как раз пример из серии, что продукт может быть неуспешен, как продукт продаваемый, но успешен с точки зрения основателя компании, который сделал продукт, продал продукты компанию, а потом компания, которая приобрела его, закрыла. Самое интересное, что в этом случае они тут же начали делать новую версию этого же продукта, но уже на своей платформе. Существует, скажем так, разное мнение, что важно идея, насколько важна идея. Я склоняюсь к тому, что все-таки более важна реализация. То есть можно взять вполне известные и понятные вещи, хорошо их сделать и получить успешный продукт. По поводу того, откуда берутся фичи, придумываем ли мы их? Ну, да, придумываем. И опять же, я считаю, что важно, как она будет потом реализована. В какой-то момент появляется вопрос, есть такой товарищ менеджер продукта. Кто он такой и зачем он нужен? Картинка чем-то вот напоминает то, что там в Википедии написано, то, что рисуют для продакта и для проджект менеджера. В центре стоит продакт менеджер. Мне нравится рассматривать продакт менеджера как исполнителя для руководства компании. Компании нужен продукт, успешный продукт, приносящий прибыль. Продакт менеджер отвечает за то, чтобы такой продукт предоставить. Ему необходимо общаться с отделом маркетинга и продаж, если эти отделы существуют в компании, для того, чтобы получать информацию о том, чего же не хватает. Ну, от продаж, какие вопросы задают потенциальные клиенты, не покупая продукт. От маркетинга все, что ожидает рынок. С точки зрения продакт менеджера, команда разработки, это как исполнителя, он заказчик. Основная сложность, я считаю, для продакт менеджера каким-то образом передать свое видение, каким должен быть продукт, чтобы попав на вход цепочки в виде требований, в идеале, это записанные требования, получить на выходе то, что он представлял. Обязанности менеджера продукта. Тут написано много обязанностей. Главное, я считаю, это определять родмап и скуп очередного релиза и приоритеты. Также, если команда достаточно большая, то есть для трех человек им можно говорить устно, что делать, и в принципе что-то получится. Если будут две команды разработчиков, одна команда тестировщиков, то уже сложно добиться устно взаимного понимания и потом, обсуждая, что же получилось, сказать, что это оно. Основные проблемы с продакт менеджментом, с которым не приходилось сталкиваться, это либо его отсутствие, потом приходилось выполнять функции, а именно формировать список свойств, для следующего релиза выставлять какие-то приоритеты. Даже когда продакт менеджеры были, они не всегда были доступны и приходилось как-то самим... Если на вопрос не отвечают, то можно сделать предложение и попросить его принять. Можно следующее. Важные вопросы, которые должен делать продакт менеджер, это отвечать, какие возможности в принципе будут в приложении и когда они будут. А также определять лицензионную политику и вообще время жизни. Учет рыночных тенденций в данном случае означает, что даже если у нас есть какой-то там план на несколько ближайших лет, но появляется возможность сделать какой-то проект, близкий к тому, что сейчас делается, возможно, стоит этой возможностью воспользоваться. Что бывает, если продакт менеджера нету или он недоступен? Страдает продукт, страдает его качество. В худшем случае тратятся деньги компании, а команда как бы несколько в замешательстве находится, что же нужно делать, что нужно делать в первую очередь и к чему мы идем. Как сделать успешный продукт? Опять же расскажу, что важна реализация. То есть есть такое утверждение, что при стоимости продукта миллион, а идеи реализации — это как множители. Причем идея вносит два порядка, а реализация — четыре-пять порядков. Еще нужно иметь хорошо поставленный процесс, потому что если продакт менеджер приходит и говорит, нам нужно сделать вот такой-то продукт за три месяца, а команда разработки говорит, нам на это нужен год, то не очень хорошо получится. Да. И... Нет, нужно еще. И нужно помнить постоянно, что никакое свойство приложения не появится само собой. Если не заложили масштабируемость, если не заложили какое-то там... качество в сам процесс, то его не будет. Дальше. Так. Что не нужно делать? Звучит знакомо? Особенно вторая фраза. Мне больше первая фраза. Я прочитал о том, что продукт должен хорошо делать одну вещь. Пришел в компанию, а продукт делает четыре вещи. Позже этот продукт разделили или пытались разделить на четыре разных продукта. И на мой вопрос, а что же мы пытаемся сделать хорошо в первую очередь, ответ был — все. Вторая ситуация, когда менеджер, это может быть и владелец компании, и продакт-менеджер, продакт-менеджер говорит, сделайте что-нибудь вот к концу месяца, чтобы оно хоть как-то работало, а потом это что-то пытаются показывать или делать вид, что это какой-то продукт, который разрабатывался, вот так, как должен разрабатываться. Ну и еще один соблазн такой есть — сделать универсальное решение. То есть мы будем делать все хорошо, потому что наш продукт можно настроить как угодно. Как правило, это означает, что продукт настроить нельзя. Дальше. Спасибо большое. Сначала мы ввели конкурента, с другой стороны получили какой-то юзер-экспириенс, и если считать продукт купленный как прототип, то в принципе... когда он успешен? Зависит от того, с точки зрения, кого он успешный. Если я заработал на нем деньги, даже если у продукта нет ни одного пользователя, он для меня успешный. Если я купил такой продукт, заплатил деньги, а потом свои деньги не вернул, то для меня это неудача. И не факт, что опыт стоит их денег. А почему Вы говорите, что реализация и качество реализации больше, чем идея продукта? Мне кажется, это именно в загляд программист, более технически. Я могу сказать, что продукты продаются без реализации. То есть реализация нет, но группы уже продали. И уже когда он успешен, когда его продали, когда продали идеи, продали идеи. Ну, опять же, он успешен для кого? Для тех, кто получил инвестиции? Ну, как всегда, как правило, конечно, для Вики была в качестве реализации, идеи, но, то есть продукты в качестве нужно решать, чем это проблема. Если он в карте решает, чем это проблема, человек уже не был затруднен за решение это проблема, это карта, то есть уже продал ему количество рублей, а если вдруг плохо это деньги. И, как правило, с реализацией, это, ну, как бы, с качеством реализации и не всегда все коррелируется? Ну, из моего опыта оно коррелируется. Успешный продукт, у которого есть много пользователей, от него начинают отказываться, когда следующая версия выходит, ну, там, полтора года, ответы на то, можете ли вы решить нашу конкретную проблему, мы можем, но в неопределенном будущем просто пользователи начинают уходить. То есть есть все равно какой-то предел, ниже которого качество не может опускаться. И делает как-то, но, ну, не везде проходит. Вы знаете, что это всегда вопрос баланса? Да, но в Америку там, это значит, что взаимодействие, что реализация это, там, может быть, идея торгить, то есть, это все пределы. У нас же такое мнение, да? Можно кто-то вот лицензировал, а почему именно продакт-менеджер должен заниматься маркетинг, бизнес-девелом, или вот, почему это в обязанности продакт-менеджера? Ну, в конце концов, через продакт-менеджера команда узнает, как это реализовывать, какие ограничения ввести. То есть он не сам это определяет, так же, как он не сам определяет, что нужно делать. Требования. бизнес-требования исходят от него для команды. А он куда берет? Он их берет, исходя из того, как в компании делается, исходя из того, что одобрило его руководство, исходя из того, что ему селзы и маркетинг, каоинформация. А он не сам придумывает и не сам утверждает. Это был продукт по управлению виртуальными серверами от разных производителей. Он решал проблемы компаний, в которых клиенты — банки, издательства, хостинг-провайдеры, так-так-так-так. С многим идем в бизнес. Что? Сколько денег было? А не могу сказать. Это лицензии или компании? Компании скорее десятки. Спасибо. Спасибо.